это продолжение нашей стеклянной серии видео курса предметная фотография это легко и с вами его ведущие Эдуард Петер в этом уроке как и заявлялось мы с вами должны были заняться вот таким снимком и с помощью какого-то таинственного черного ящика быстро его сфотографировать во-первых таинственный ящик сегодня перестанет быть таинственным это раз во вторых я посмотрел с помощью этого приспособления чтобы снять такую картинку нам достаточно будет две-три минуты не более и решил усложнить задачу и хочу предложить вам в первой части нашего курса сегодняшнего урока вот эту картинку почему в первой части потому что мы перешагнули магические 20 минут так увлеклись после которых зритель или засыпает или вообще уходит куда-нибудь поэтому блогеры известные блогеры советуют не делать более 20 минут и мы соглашаемся с этим и поэтому мы поделили наш урок на две части но не расстраивайтесь эта часть пройдет сразу же за первой то есть вы можете пойти погулять отдохнуть и снова сесть за компьютер и просмотреть уже вторую часть договорились ну вот так мы сейчас и начнем как мы видим кое-что я уже подготовил наш натюрморт стоит в композиции что я взял я взял бутылку позднего пургундера красное вино взял виноград и бокал для красного вина форма мне не совсем его нравится но тут как сказать жанр требует своего я не могу поставить сюда более интересный на мой взгляд бокал шампанского открывашечка хромированная и пробка хотя наша бутылка остается закрытой так что же мы налили в этот бокал не пытайтесь не пытайтесь просветить даже с помощью нашего способа красное вино вам это не удастся поэтому предметчики используют как правило суррогаты кто что я допустим в этот раз взял так посмотрим это гранатовый яблочный сок можно взять допустим я брал когда-то сироп малиновый тоже хорошо идет и консистенция у него тоже очень подходящая замена красному вину композиция у нас сделана центральной то есть мы видим пять предметов все направлены по двум диагоналям в одну точку упираются в бутылку то что нам и нужно вероятно многие из вас сейчас заметили сколько много у нас на нашем матюрморте паразитных рефлексов засветок и так далее и те кто с нами был на на прошлых уроках скат а знаем знаем сейчас едва начнет городить городушки выключить свет и полной темноте что-то наколдует а мы опять ничего не увидим нет в этот раз мы будем немножко по-другому делать во первых стараемся всегда внести в наши уроки что-то новое и не повторяться поэтому как я вам обещал уже самом конце прошлого урока я познакомлю вас сегодня с таинственным черным боксом вот он ну давайте посмотрим что это за чудо-юдо такое это куб состоящий из держателей полок которые я купил в обе они полтора метра и две штуки хватает на четыре стороны уже почему их ну потому что это первое что попалось мне под руку и у них очень хороший размер полтора метра я делю его пополам получается 75 а вообще у нас размер 50 на 70 и эта сторона 50 на 50 почему потому что ватт которым я собираюсь обвешивать яга отгораживать наш натюрморт имеет как раз такую длину и ширину и поэтому было довольно таки правильным решением создать непроизвольный бокс скелет а именно по этим размером креплю его на магниты я вам скажу сразу что я сварил в этот раз мои полка держатели раньше я обходился такими уголками соединялся на уголки то есть это все возможно таким образом соединял прикручивал занимало кучу времени и в этот раз я решил избавиться но для тех у кого нет дома сварочного аппарата или знакомого дяди вани сварщика то это тоже один из вариантов для тех кому вообще железо не по душе может сделать из деревянных планочек и такими иголочками канцелярскими крепить сюда наш картон называется фото картон в германии по русски это будет ватман и так я сейчас установлю наш скелет наш натюрморт и мы начнем делать своеобразный сет световой и каждый раз когда я что-то буду изменять я буду показывать это и буду рассказывать идея такова что мы начнем отгораживаться от света различными бумажными панелями но не просто закроем все черным а сделаем некоторые окошечки сейчас я покажу что нам еще потребуется из инструментов нам потребуется обычные канцелярские ножницы нож фрезак можно взять клей но я предпочитаю двустороннюю липкую ленту карандаш калька полупрозрачная черный листы ватмана 23 пилы и для фона мы возьмем красный 50 на 50 сантиметров размер ватмана я уже сказал он где-то не где-то точно 50 на 70 70 на 50 это магниты с помощью которых мы будем все крепить довольно таки сильные магниты но в принципе можно взять обычные бюро магниты или же то что мы часто делаем когда мы видим сломанный жесткий диск то мы вытаскиваем из него и используем магниты там очень сильные магниты и используем для своих целей как их добыть у нас есть специальное видео можете посмотреть в самоделках первое что мы с вами сделаем это установим фон как мы уже знаем мы хотели бы красный потому что натюрморт у нас будет как бы в красных тонах у красное вино красный фон все правильно красный виноград я взял 4 магнита и с помощью их прикрепил на задний фон удобно не правда ли теперь мне бы хотелось создать то что обычно создается в студии при помощи так называемым софтбоксов стрипов это мне бы хотелось здесь на бутылке сделать красивую длинную белую полоску отражения я сейчас принесу камеру и мы будем все наши действия каждый раз когда мы что-то будем изменять мы будем фотографировать и фотография будет появляться здесь у нас на экране ну вот камера установлена фон у нас стоит нажимаем первый раз делаем первый снимок скучновато не правда ли но ничего сейчас мы это дело поправим вы видите в руках у меня две черные полоски из нашего черного ватмана и полупрозрачная калька что я хочу сделать я буду разворачивать к нам наш натюрморт чтобы мы могли лучше рассмотреть что я делаю как я сказал я хочу получить красивый блик на нашей бутылке сейчас свет идет из различных источников и естественно очень-очень много паразитной засветки поэтому мы сейчас с вами первонаперво отгородим с помощью черных полос от излишнего света но для того чтобы у нас попал все-таки сюда свет мы просто напросто крепим полупрозрачную нашу кальку видите для чего нужны магниты для того чтобы быстро безболезненно крепить наши полосочки и тут кто-нибудь может сказать что ну изобрел ты велосипед такое уже давным-давно на рынке производят наши китайские братья по разуму называется черный куб сейчас я его покажу вот оно очень похоже не правда ли? но в этом случае я как раз буду доказывать что я изобрел все-таки велосипед эту конструкцию я сделал скажем так 9 лет назад еще наши китайские товарищи быстренько посмотрели я в одном из туториалов рассказывал совершенно подробно как я это сделаю и они сделали копию но как всегда копипастеры ошиблись они не поняли для чего для чего это все они сделали просто скопировали на него ловили саму идею сама идея заключается в том что с помощью вот этих полосок мы можем постоянно менять окна то есть используя черные здесь полосы мы можем делать квадратные мы можем делать уже мы можем делать круг мы можем делать овал мы можем делать все что угодно то что не дает это китайская подделка поэтому авторские права я оставляю за собой хотя я конечно это не патентировал и мне в общем то по большому счету все равно итак мы сейчас развернем наш натюрморт включим свет в этот раз я просто взял свою лампу как бы мощности не больше но как бы разброс немного поболее что нам сейчас и потребуется поставлю на место снова камеру мне приходится это делать чтобы мы могли постоянно видеть и чтобы она не мешала и вот сейчас мы снова делаем снимок и как мы видим то что обычно делается софтбоксами стрип софтбокс называется стрип нам удалось сделать с помощью двух черных полосок и прозрачной бумаги для тех кто не хочет возиться много с этими магнитами и так далее можно изготовить следующее вот как один из вариантов я это приклеил скотчем штука-то у меня давняя немножко помятая но принцип понятен но я предпочитаю все-таки работать с полосками потому что они дают большую свободу что что бы нам еще хотелось сделать конечно было бы прекрасно если бы у нас там было такое красное пятно замечательное но почему нет у нас есть с вами наши фонарики и с помощью наших фонариков мы это сейчас сделаем как видим тут у нас больших проблем не наблюдается с этой стороны мы поставили наш штативчик музыкальный фонарик из прошлых уроков я не стал ставить насадку потому что мне нужно расплывчатое пятно немножечко чтобы градиент был красивше самое главное при этом не задеть наш бокал и бутылку чтобы не появлялись вот здесь тени ну вот сейчас я более-менее установил поставлю камеру и сделаю снимок о как засветился наше вино да наш натюрмод с каждым разом становится все вкуснее и вкуснее я думаю в итоге я его съем следующее задание мы видим что эту сторону нам все равно придется перекрывать но как сделать так чтобы и перекрыть и в то же время оставить наш кружочек здесь света ну мы поступим таким же образом мы вырежем сейчас полоски и поставим сюда огородительные полоски тем самым избежим других рефлексов которые нам сейчас не нужны итак следующее вы видите что я уже поставил белый потолок так говорят германии показывают когда что-то ну как бы поэтому как бы потолок и можно попробовать сейчас с помощью другого фонарика осветить оставшиеся предметы мы видим что у нас еще находится здесь и штопор хромированный и пробочка лежит и виноград и все это как бы теперь утонуло во мраке ну не совсем но тем не менее потому что мы отгоражим тем не менее и как бы подумалось что если мы сейчас как в прошлых уроках поставим сверху отражатель в виде потолка то таким образом нам удастся осветить ненавязчиво вот наши все оставшиеся предметы но вы знаете я попробовал и остался недовольным почему потому что свет фонарика в этом случае нам не особо поможет это раз он слабенький для этого площадь все таки большая и находится высоко а во вторых во вторых в это же самое время отражение от потолка начинает играть на нашей бутылке это всегда проблема со стеклянными вещами каждый источник света оставляет следы я сейчас попробую обхитрить этот момент и думаю что если мы возьмем черный картон вырежем в нем отверстие заклеим его нашей калькой и свет направим сверху то он ляжет туда куда нам нужно пробуем хорошо после того как я вырезал отверстие заклеил его нашей калькой в потолке отверстие я внес еще несколько изменений ну во первых с этой стороны я поставил еще белый белый ватт кусок как бы отражателем он будет служить для нашего винограда и для штопора удлинил вернее не удлинил сменил зеркало сделал длиннее чтобы отражения были длиннее и так далее поставил пару фонариков которых раньше не было для чего сейчас я все объясню мы с вами будем фотографировать включать по очереди свет и фотографировать и смотреть чего мы добиваемся тем или иным источником света и так мы сейчас сделаем наш первый снимок и убедимся что без света он никуда не будет да темно невнятно непонятно итак начнем с того что включим наш боковой свет для того чтобы у нас на бутылке и бокале появились рефлексы нужные нам рефлексы вот уже теперь лучше теперь включим освещение нашего фона красное пятно на нашем фоне и тоже произведем снимок вино заиграло прекрасно теперь нам необходимо общее освещение этим мы добьемся тем что включим вторую лампу как бы мощности фонарика в этом случае мне не хватило и взял я лампу дневного света скажем так можно использовать настольные лампы и так далее как раз не проблема я посчитал теперь осветился виноград и часть нашего штопора чтобы окончательно осветить гроздь винограда секунду мы сейчас включим источник света и направим его на наш белый отражатель я надеюсь что его видно вот здесь стоит полоска ватмана теперь рядом с черной полоской и посмотрим как это подействует ну что ж уже совсем неплохой у нас рисунок получился единственное что меня еще беспокоит это этикетка она как бы не совсем освещена и поэтому я поставил с двумя красный и желтый фильтр я поставил еще один источник света и для того чтобы ее осветить и придать этому нашему снимку хороший акцент итак заключительная фотография заключительный снимок получился на мой взгляд удачный сейчас мы это все проверим еще на компьютере ну вот пожалуй и все до новых встреч ваше до новых встреч в видео